Привет всем любителям умных игр. Вы видите и слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. И сегодня я буду нырять. Лёша Ныряльщик или Лёша Нырятель, а точнее поиграем в игру Dave the Diver. Считайте будет и стрим, и обзор сразу, и гайд во многом. Я уже тут много всего набил и сделал. Смысл в чём? Вы ловите рыбу, выполняя квесты, вечером её готовите и подаёте в баре. В общем-то, и постепенно у вас будет открываться больше и больше активности, вот типа в вашем телефончике. Видите, у меня только одна ещё не открыта какая-то, неизвестно что тут. Надо делать фотки будет. Ну-ка сейчас постепенно будем разбираться. Игры на русском нету. И она, кстати, по-моему, даже её, по-моему, даже купить нельзя в русском стиме. По-моему, она запрещена для продажи. Просто имейте в виду. И на русском её нету. Ну я в упор не помню. Реально, я забыл немножко, как тунца ловить. Ну вот, игровой. Так, вроде моя вебка ничего не закрывает. Вот, тунец плавает, но тут его... Вот это мы соберём для квеста нам надо. Под водой у вас есть ограничения по воздуху, но вот в таких вот бочках, например, вы его восполняете максимально, либо вот этой с собой есть, на 50 восполняете. Так, вот эту мы тоже, видимо, не можем словить. Ладно, покажу, как выглядит процесс ловли на какой-нибудь рыбке. Такая основная часть гринделка, грубо говоря. А вы, кстати, кальмары, смотрите, сейчас они в нас... О! Этой чернилами своими выстрелили. Кроме рыб ещё вот собирать надо всякие... Это, как, знаете, ингредиенты для суши. Потому что вы ещё управляете суши-рестораном. Так, туда не поплывём, пожалуй. Пока вниз буду плыть, чтобы вам больше показать биомов всяких. Для вас это всё будет открываться постепенно. Это у меня уже всё открыто. Вот эту фигню надо купить, чтобы ловить тунца. А потом лососнуть его. Что вы будете нырять, и постоянно одинаково всё будет? Нифига подобного. Так, где-то вот здесь немножко другой вид тунца должен где-то плавать. Да отвали ты от меня. Хотела меня съесть, а сама будет съедена. О, тут кто-то... Ого, ого. Э! Ага, вон плавают. Вот этих я хочу. Ну, там. Ладно, давай проще поступим. Маленького скатика. Вот этот вид тунца мне интересен для лососания. Е-е-е-е. Два тунца готово. Ну, наконец-то. Йеллоу финтуна. На говно и зашлась. Да ё-моё. Противно, что она плавает быстро и догоняет тебя, и в любом случае ты урон получаешь. Ой. Ну, давай. Немножко поближе надо. Готово. Ну, сейчас перевес. Уже, я думаю, доплывём. Тут недалеко до этих. Так, крабов не будем трогать. Так, в деревню подводных жителей входят. Опять же, это... Это у вас не сразу будет этот контент. Он будет открываться, ну... Некоторое время. Так, возьмём белугу, потому что... Мне тут плавать надо. Много, а у меня перевес, поэтому... Мультики вот такие в аниме стиле периодически происходят. Ищем фонариком кальмар. А, кальмар. Точно. Ну, конечно, квестик совсем для идиотов, походу. Ага, ну, я его неправильно выполнил. Я не увидел, что квадрат и круг... Разные. Джон Уатсон. Уатсон. А, может тут ракетка теннисная есть? Всё, я понял. Ну, или бита. Тоже норм. Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка, стреляй в меня. Ага, вот как можно делать. Симпатичные трусишки. Ну, вот, заканчивайте день, идите. Мы можем, на самом деле, ещё раз нырнуть сейчас. И там ловятся ночные рыбы, которые только ночью могут быть. Но тогда у нас меньше будет времени в ресторане, поэтому я пока не буду вам это показывать. Так, что у нас... Вот какие мы новые рыбы поймали. Вот. Королева клеонов. Это же явно как-то переводится. Дайте я гляну, как переводится. Короче, это моллюск морской ангел. Так, тут ничего нового нету. Вот нового морского коника поймали. Йеллоу Финн Тунца лососнули. Вот это был босс в какой-то битве. Так, вот это был босс. Гигантский кальмар. Это вы уже видели. Вот это был босс. И этот угорь тоже был боссом. Да, и трак Хермит Краб тоже боссом был. Так, тут что? Можем проапгрейдить. Наверное, я вот хотел вот эту апнуть. Тоже мультик можете сейчас посмотреть. Прикольные всякие мультики сопровождают. Новая механика для вас. Мне кажется, еще любителям аниме. Эта игра явно зайдет. Так, Маки, это твой отец. Что мы тут можем делать? Украшать интерьером. Вот это я, правда, не знаю, помогает ли этому чему-то. Я на это не трачу деньги вообще. Но вот повешу портрет Сельджио, который мы по квесту. Это всякие ингредиенты, которые у нас есть. Вот новое, что мы добыли. Растения, приправы и остальное. Теперь у нас есть... Видите, прокачиваю. Тут за деньги прокачивается персонал. У нас уже до седьмого уровня я их прокачал. Но, блин, а где тут? А, вот вейтинг-рум. Значит, она у нас первого уровня пока. А значит, что она вообще на готовку крутая? Немножко попрокачиваю. Посмотрю, какие ей перки дадут. О, 330. Зашибись. На пятом уровне круче готовить, чем чувак на седьмом. Ну, нам нанимать... Мы можем еще нанять, но у нас просто нету больше пока мест. Так, исследуем какое-нибудь блюдо. Ну, давайте вот это изучим чисто. Тоже мультик. По изучению. И вот теперь составляем меню. У нас... Сколько? Семь мест в меню. Вот это, которое мы только что выучили, я добавлю. Одна штука только будет. 550 монет стоит, между прочим. Так. Можем улучшить, но это стоит 10 этих. Я не буду этого делать. Просто по максимуму это блюдо добавим. У меня отсортировано по цене, то есть мы самые дорогие. А вот это, видите, три блюда из тунны. Все. Пока все. Можно, наверное, открывать ресторан. У меня два помощника. И я своим управляю вот. Чувачком. И следим, чтобы не заканчивались блюда во время подачи. Когда закончилось блюдо, надо новое добавить. И смотрим еще здесь, чтобы не заканчивалось этот... Васаби. Надо будет сейчас васаби добавить. Ну, у меня прокачанный ресторан. Прямо скажу, у меня тут... Я как раз больше всего вкладываю в прокачку ресторана, поэтому у меня тут... Мы успеваем всех обслуживать постоянно. Так, видите, у нас два... Два блюда в меню закончились. Заменим их другими. Два блюда в меню. Ну, все. Кажись, успели всех обслужить. Сколько у нас фолловеров добавится в местном инстаграме? 27. О! Лучший результат по выручке за все время. И еще 5 очков на улучшение. То есть мы вообще всех обслужили. Еще две штуки вам покажу. Значит, рыбная ферма. Это мы там можем выращивать рыбы, в общем-то. Поэтому мы там... У нас икра ловится, и мы тут можем их... Собирать. И вот, видите, у нас 7 yellow tank, 5 этих, и мы можем на кухню отправлять. Я ловлю достаточно пока. Ну, вот yellow... Туну. Надо бы еще одного сюда, чтобы они размножались сами. Так, ну и еще одно. Это ферма, где выращивается рис. Ну, это вот, конечно, совершенно недавно открылось. Так, видимо, мне собирать его надо. В течение одного дня будет рис готов. В местном инстаграме можно фотки с нашего ресторана посмотреть. А также тут прокачивается ваш, собственно, рейстик. Мы сейчас на уровне золота. Чтобы получить платинум, нам надо еще 6 фолловеров, 56 хороший вкус и одно исследование еще сделать. И таким образом у нас 4 новых рецепта появятся. Максимально васаби увеличится. Еще одно место для готовки добавится. И 12 для интерьера. Не знаю, нафига это надо. Знакомство с игрой можно заканчивать. Кому понравится, вот, обратите внимание. То есть, это такая чисто, ну, мне кажется, расслабляющая игрушка по ловле рыбки. Я вам уже 2 битвы с боссами показал. По-моему, все активности здесь показал. Но, опять же, это будет не сразу. Вы начнете с очень простых вещей. У вас не все будут уровни моря открыты. Не все рыбы доступны. Не все, что тут происходит, будет доступно. Вот, потихоньку будете с этим разбираться. Все, на этом все. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok